Сколько у Путина двойников и чем они друг от друга отличаются? Это тот вопрос, который мне чаще всего задают журналисты в течение последнего года. Поэтому решил создать это видео и поставить все точки над И. Я взял несколько фотографий его за последний год и не только, для того, чтобы проанализировать детально черты его лица и понять, собственно, чем разные Путины отличаются друг от друга. Ну что ж, давайте начнем с тех фото, которые я подобрал. Итак, мы видим фото речь Путина примерно год назад, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Вот здесь, собственно, он на этом фото. Дальше мы видим его на фото, вернее, это как стоп-кадр из видео. Он выступает 21 февраля 2023 года. И здесь мы видим довольно-таки существенные отличия. Это другие выступления фото Путина. Я точно не уверен, когда, но так, чтобы... Это мы видим, опять-таки, год назад выступление. Это в течение последнего года, если не ошибаюсь. Что мы здесь видим? А, и самое главное видео, которое вызвало больше всего вопросов, это видео на Крымском мосту, где Путин ехал на Мерседесе, якобы Путин ехал на Мерседесе, якобы по Крымскому мосту. И там очень интересный ракурс, где Путин снимается сзади, сбоку, снизу, крупным планом. И все говорят, эксперты, что это точно не Путин. И я вот взял фото, вернее, стоп-кадр с зеркала заднего вида, потому что оно нам дальше поможет. Также взял несколько фото, где мы видим Путина сбоку, чтобы оценить ухо, в данном случае левое ухо, и понять, как оно отличается на разных фото. Ну что ж, я хочу обратить ваше внимание на три ключевых момента, которые мы будем освежать на всех фотографиях. Прежде всего, это то, насколько левый глаз, конкретно верхнее веко левого глаза, отличается от верхнего века правого глаза. Смотрите, правое верхнее веко, оно более опущенное, оно более прикрывает глаз. Но при этом глаз более живой, более динамичный. Левый же глаз, казалось бы, левое веко не опускается, что с точки зрения физиогномики является более хорошим показателем. Но глаз, он как бы мертвый, он застывший, он не живой. Что мы видим здесь? Здесь мы видим ту же историю, что верхнее веко, вот оно застывшее, а здесь на левом глазу, а на правом глазу верхнее веко опускается. Что мы видим здесь? Здесь мы видим ту же ситуацию, такая же ситуация. Я уже молчу про расстояние между зрачками, там пропорции носа, челюсти и прочее. Я смотрю прямо в маленькие-маленькие детали, которые может заметить действительно профессионал. Та же история, глаз полуживой. Этот глаз активный, работающий. Что мы видим на этом фото? Здесь была динамика, но та же история. Ниспадающая верхнее веко в этой части. Динамичный живой глаз справа и, скажем так, еле живой глаз слева. Та же история абсолютно и здесь. Берем еще одно фото. Вот здесь мы видим отвратительный свет. Я не знаю, как его разрешили снимать в этом свете. Видите, в этом свете очень ярко видно все структуры его лица. И при этом точно так же видно история с глазами. И давайте же мы возьмем видео, где он якобы Путин, якобы на Крымском мосту. И что мы видим? Мы понимаем, это отражение. Значит, это глаз правый, а это глаз левый. И этот глаз более живой, а это верхнее, вернее как, капюшон глаза, не будем называть его верхним веком, конкретно в этом случае, он застывший, он онемевший, он неподвижный. Поэтому, судя по этим характеристикам, у нас везде один и тот же человек. Давайте возьмем другие, другую характеристику, конкретно разрыв нижней морщины по центру лба. Я детально рассказываю об этом на курсе обучения, поэтому можете перейти по ссылке и посмотреть, что я рассказываю. Итак, нижняя морщина называется морщина Венеры. У нее разрыв внизу по центру лба. Смотрим, здесь наблюдаем ту же картинку. Здесь плохо мы ее наблюдаем, потому что фото недостаточно качественное для этого. Здесь мы наблюдаем ту же картинку. И здесь мы не можем точно сказать. Давайте здесь мы наблюдаем ту же картинку. Хотя, казалось бы, вот это лицо, насколько сильно отличается от этого лица. Вот тут Путин красавчик, такой живой. А тут уже какой-то старик другой. Другой это Путин, это его двойник. Как это, Бурят, да, по кличке Бурят. Здесь мы не видим. Собственно, мы увидели второй маркер, который во многих фотографиях, я на самом деле уверен, абсолютно везде на всех фото и видео, если не должного качества, повторяется. Собственно, это очень специфические маркеры, которые приобретенные. Еще раз, в чем момент. Я сейчас говорил не о врожденных характеристиках лица, которые могут не меняться всю жизнь, а я говорил о приобретенных. Собственно, те, которые видоизменяются в результате конкретных действий и конкретного выбора человека в течение жизни. Которые меняются в зависимости от того, как на него влияет внешняя среда, а точнее, как он воспринимает это влияние внешней среды. Те, кто проходил курс обучения по физиогномике, они прекрасно понимают, о чем речь и насколько сложно заработать эти маркеры. Но, с точки зрения пластики, возможно, какие-то пластические хирурги скажут, что это делается легко, но, пожалуйста, комментируйте в комментариях под этим видео, пишите ссылки на ваши видео, где вы делаете этот разбор, было бы интересно посмотреть. В общем и целом, по этим фото я делаю вывод, что пока что Путин один. Давайте посмотрим на фотографии сбоку. Опять-таки, видим, что вообще не похожий на Путина, какой-то очень, скажем так, не путинское лицо. Но нас интересует его ухо. Высокое ухо, у которого, давайте возьмем более качественное фото, здесь видно. Какие моменты мы должны отметить? Прежде всего, мочка уха маленькая, но не приросшая. Дальше, вот внешний контур уха, он цельный. Нету заломов каких-то, нету искажений. Дальше, здесь, вот в этой нижней части, такая характерная выемка, что ли, как ее называть. Вот такой горбик. И вот в этой части, да, тоже такая фигура есть. Смотрим на всех фото. Ссылку на диск, на Google диск с фотографиями со всеми я оставлю в описании к этому видео. Вы сможете детально просмотреть, спокойно, никуда не спеша и сделать свои выводы. Вот мы берем, собственно, этого Путина, который, скажем так, более привычный. Но здесь ракурс, да, здесь ракурс, здесь общий мягкий свет. Здесь камера стоит на уровне головы Путина. Здесь камера стоит значительно снизу, мы видим, и совершенно другой свет. И при этом мы видим, что все равно, вот все эти вещи повторяются абсолютно. И мочка уха, и внешний контур уха, и вот эти все фигуры. Они очень индивидуальны и, в принципе, я не знаю, сколько это достоверная информация, но вроде как отличаются так же, как и отпечатки пальцев. Поэтому по трем этим характеристикам мы можем сделать вывод, что либо тут везде у нас какой-то двойник, либо везде на самом деле это Путин. И это говорит о многом. Почему происходит так? На то есть много причин. Прежде всего, мы живем в 21 веке. У каждого человека в кармане телефон, у которого 4К камера, да, или Full HD камера. И отснять, вернее как, подготовить такого двойника, который бы отличался минимальными деталями, и это было бы незаметно, уже невозможно. Уже даже минимальные детали мы можем увидеть. 50-70 лет назад, когда камер не было, да, во времена Сталина, это, возможно, было, ну, в принципе, это было возможно, и в этом был какой-то смысл. Сегодня это крайне сложно, и, наверное, проще сделать дипфейк, как это делают в Голливуде, нежели брать двойника, который физически полностью похож. Еще одна причина, по которой нет двойника. Дело в том, что Путин по своей психологии, это человек очень слабой нервной системы, да, ну, по сути, это трус. Это человек, который бьет из-под тяжка, бьет самое слабое место и бьет на опережение. Потому что у него нет смелости, нет храбрости идти в открытую атаку, нет уверенности в себе, в своей силе. Поэтому он выбирает такую модель противодействия, такую модель сражения, битвы, даже не надо называть это сражения, такую модель атаки, да, в которой бьет из-под тяжка, из угла, в темном переулке, в кадыке, в пах, в надежде, в надежде, что у оппонента не будет сил встать. Вот это его модель поведения. И что происходит, если у него появляется двойник? Казалось бы, вот, собственно, он обезопасен, да, и можно не бояться. Но, учитывая, как меняется исторически власть в Москве, да, в Москве, учитывая ситуацию с башнями Кремля, это очень опасный момент. Потому что можно убрать, удалить, уничтожить оригинал, и будет, собственно, его замена, которая будет послушной куклой в руках кукловода, которая будет выполнять то, что ей скажут. Это огромный риск для Путина. И, будучи крайне параноидальным, невызотичным и тревожным человеком, он просто не может себе позволить подобной ситуации. Поэтому ему проще увеличить службу федеральной охраны до десятков тысяч людей, возможно, даже сотен тысяч людей, чем найти себе а-ля двойника, который, на самом деле, в любой момент может стать его реальной заменой. Но самый главный вывод из этого видео мы должны сделать по этому фото. Это его обращение 21 февраля 2023 года. Очень сложно его было ловить, да, ловить это фото во время обращения. Почему? Потому что его снимали или далеко, или очень далеко. Это первое. Второе, потому что он постоянно опускал голову вниз, читал с листа и крайне редко поднимал голову вверх. Я принципиально не смотрел, не слушал, что он там рассказывает. Брестский Викобыл и мне не интересен. Но, что мы здесь видим? Здесь мы видим те же черты лица, которые видим обычно. Да, те же маркеры, те же тончайшие детали. Но самое главное, лицо очень постаревшее. Этот год эмоционально добивает Путина. Потому что количество неудач, количество проигрышей и на поле битвы, и на политической арене, оно просто зашкаливает. А будучи уже человеком глубоко в возрасте, Путин не может выдерживать этот стресс. Он не может утилизировать нормально, по сути, для него настолько токсичную ситуацию. Он не выдерживает, он сдает. Что это означает с точки зрения психологии? С точки зрения психологии, если раньше он крепко держал кресло в руках, то сейчас он за него держится. Очень близко, но на самом-то деле разные истории. Если это был человек, который в большей мере сам принимал решения, то сейчас это человек, на которого можно повлиять. Просто потому, что человек, который эмоционально истощен, это уже не тот правитель, который был до этого. Когда человек уже морально, эмоционально истощен, он уже не может рационально принимать правильные решения. Он уже больше поддается внешнему воздействию и манипуляциям. Ну и самая главная новость. В ГАГе на скамье подсадимых будет сидеть настоящий Путин. Как по мне, очень хорошая и приятная новость. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу двойников Путина. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. В описании к этому видео ссылка на все эти фото. На инстаграм, телеграм, бесплатный курс и полный курс по физиогномике. А больше информации по другим политическим персонам вы можете увидеть в этом плейлисте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!